Каз от брака, от института брака и переход в партнерство, это только мотивация не создавать брак и дальше. Мишель Фуко давно сказал, власть над человеком, над его детородными органами, это власть над человеком. Последний политический капитал уже выжат. Может, я завтра буду гомософобством? Или я вчера был гомософобством? Нет, это опять риторика гомофобная, которая считает, что это можно выбрать себе как одежду или галстук на завтра. Человек рождается таким, как он рождается. Приветствую дорогих радиослушателей, с вами открытый разговор Латвийская радио 4, как всегда на этих волнах. И тоже приветствую наших подписчиков сети YouTube, оставайтесь с нами. Ну что, у нас сегодня две такие, я скажу, горячие, острые темы, про которые у нас уже были передачи, но сейчас у нас есть новостной повод, и мы снова будем об этом говорить. Партнерские отношения и ратификация Стамбульской конвенции все ближе и ближе. Выполняя решение Конституционного суда, министр юстиции Инесса Лыбеня Эгнере представила на рассмотрение юридической комиссии СЭМА пакет законопроектов, которые введут в Латвии новый порядок такого регистрации пар, так скажем. Это институт партнерства. И на рассмотрение правительства также передан вопрос о ратификации Стамбульской конвенции, так называемая Конвенция Совета Европы по предотвращению борьбы с насилием в отношении женщин и домашних насилия. Вот каковы перспективы сейчас ввести все эти конвенции, все эти новые институты партнерства? Каковы аргументы сторонников и противников этих процессов? Противников, поверьте, достаточно, у которых есть тоже железные аргументы, почему они против. И вот об этом, обо всем мы будем говорить сегодня в нашей передаче. Представлю гостей. Ая Зобана, социолог, директор Института социальных и политических исследований Латвийского университета. Приветствую вас, Ая. Здравствуйте. Дмитрий Трофимов, представитель ассоциации «Семья Бедриба Ассоциация Диммены». Дмитрий, приветствую. Еще, как называется, я каждый раз путаюсь, Бедриба. Ассоциация Диммены. Но это, как бы, я много где стою, поэтому сегодня я пришел к Ассоциации Диммены. И слава богу, к нам на всех порах прилетел только что Денис Ханов, профессор Академии художеств, культуролог. Вот у нас, наконец, полный и полный сбор такой, да, потому что я волновалась, Денис, у нас немножко опаздывал. Спасибо, что успели, Денис, как без вас. Спасибо, что приняли. Да. Ну что, телефон прямого эфира 2-8-04-04-24. Пишите нам по этой теме, по первой, по второй. Начнем, конечно, с партнерских отношений. И lr4.lv, кнопочка написать в студию, пожалуйста, пишите. Ну что, на этой неделе прям пестрело все вот этими желтыми новостями. Они важны. Когда желтая новость в информационном агентстве, она очень важная. Это значит, что вот она такая либо спорная, либо какая-то вот была с какими-то тяжелыми продвижениями, шла до своей цели. Вот. Появилась такая новость. Министр институции Инна Солыбиня Эгнеры с целью выполнения как раз решения Конституционного суда. Подала на рассмотрение юридической комиссии СЭМа пакет законопроектов. Это еще раз повторю о введении в Латвии нового правового института партнерства. Очень коротко скажу. Этот новый гражданский правовой институт партнерства является способом юридического закрепления отношений между, очень важно, двумя совершеннолетними людьми и гарантом предоставлением социально-экономической защиты. Ожидается, что информация о создании и прекращении партнерства будет закреплено, будет фиксироваться в регистре физических лиц. И все эти вот изменения планируются, что вступят в силу уже с 1 июля 2024 года. Очень короткая еще ремарка. Партнерство создает отдельные права и обязанности для лиц в отношении с государством, что облегчит повседневное совместное проживание партнеров. Партнеры могут быть, сразу тут замечу, совершенно разные. Речь не обязательно идет об однополых парах, о любых, мужчина-женщина и всякие возможные вариации. Итак, давайте сначала блиц. Партнерские отношения, то, что я сейчас прочитала. Вы за или против, Дмитрий, коротко если? Коротко, одним словом. Да, потом мы будем это все против. Конечно, за. Конечно, Ай. Конечно, за. А, вот, Дмитрий, значит, у нас вот как раз на другой стороне сидит. Будем это. Я давно замечал, что ОСМ очень интересно отражает ситуацию в обществе. В обществе ситуация выглядит немножко иначе. А, вы хотите сказать, что общество слишком консервативно? Я хочу сказать, что то, как представлены здесь стороны, не отражает ситуацию в обществе. В обществе ситуация выглядит ровно наоборот. Откуда вы знаете, Дмитрий? У вас есть соцопросы какие-то? У меня есть хотя бы те же самые голосования за ратификацию Стамбульской конвенции и против. Да, то есть 27 тысяч против и 95, что ли, было за, да, человек. Ну, ладно, в лучшем случае там было около шести. Хорошо. А, Дмитрий, а почему вы против? Вот есть, я понимаю, вас смущают однополые, да, пары больше, чем гетерософские? Нет, меня лично вообще никто не смущает. Хорошо. А почему тогда вы против? Я против, потому что подобная политика, она на самом деле деградирующая. В каком смысле? Она не приводит к каким-то позитивным изменениям в обществе. То есть наше общество стареет, ситуация с населением в Латвии ухудшается с каждым годом, и всё это происходит на протяжении 30 лет. Что делает государство, которое заинтересовано в том, чтобы оно продолжалось дальше, чтобы народ, который составляет это государство, продолжался дальше, оно мотивирует рождаемость. На словах у нас есть, да, у нас есть какие-то блага для многодетных семей, есть так называемые годы карты и какие-то другие минимальные привилегии. Но, тем не менее, вместо того, чтобы обратить внимание именно на эту сторону нашей жизни, материально мотивируются различные союзы между людьми, которые не созданы для того, чтобы создавать детей. Почему? Мужчина и женщина, если живут в партнёрстве, предположим, не в браке, почему у них не может родиться ребёнок? Нет, ещё раз, да, то есть в основном не основано на это. То есть те мужчины и женщины, которые сейчас живут в партнёрствах, да, рожают детей, то есть хотя ситуация женщины в таких отношениях, она гораздо хуже, чем в браке, и на самом деле отказ от брака, от института брака и переход к партнёрству, это только мотивация не создавать брак и дальше. А от брака отказа нету, люди могут создавать браки. Мотивация, да, то есть это во-первых. Во-вторых, здесь, например, если мы возвращаемся к однополым парам, неважно, кстати, относительно их сексуальных отношений, да, то есть это абсолютно несущественно, живут вместе два однополых человека, находясь между собой в сексуальных отношениях или нет, то есть такой союз между ними именно, да, то есть не приводит к рождению детей, людей, то есть если это женщины, то там, конечно, возможны варианты, но они в любом случае невозможны между ними двумя. Это во-первых. Но, тем не менее, этим партнёрам новое законодательство предоставляет различные материальные блага, такие, как для и семей сейчас. То есть там партнёры могут наследовать друг другу с минимальной пошлиной, партнёры могут делать друг другу подарки, не облагаясь подоходным налогом с населения. Но при этом во всех этих поданных законопроектах мне было бы интересно увидеть влияние на государственный бюджет. Если кто-то не в курсе, то вообще законопроекты, которые поддаются в Сэйм, обязаны иметь и справку о том, как это будет влиять на государственный бюджет. Эти законопроекты были подготовлены за один день, их никто не видел, ни публика, ни депутаты, они были внесены просто вот так вот, да, то есть на волне. И их сейчас в срочном порядке пытаются протолкнуть через Сэйм. Соответствует ли это правилам хорошей практики? Я думаю, что нет. Это соответствует как минимум конституционному решению, да, суду Сатварской? Нет, не соответствует, потому что это решение было совсем не об этом. Оно касалось конкретных статей трудового законодательства, и это уже было изменено. Все остальное это от Лукава, да, то есть и то, что делается сейчас, это декларация либерального правительства нашей страны, которая туда затащила или, будем откровенно, купила ЗАЛЬЗЕМНЕЙКУСАВИЯНИИБУ, да, и они сейчас демонстрируют свой умный консерватизм, как раньше это демонстрировало ее КП. Я хочу еще уточняющий вопрос Дмитрию задать. А вот хорошо, ну, примут партнерские отношения. Чего вы боитесь? Каковы риски? Я лично еще раз говорю. Меня ничего не смущает, я ничего не боюсь. Каковы риски тогда? Для общества, для страны? Вместо того, чтобы направлять средства для развития страны, государство передает эти деньги или как бы не берет эти деньги для деградации страны. А в чем деградация страны? Стимуляция рождаемости, стимуляция развития демографических процессов, стимуляция рождения детей в семьях, это положительно. Хорошо, все, поняла. Как вам эти аргументы, Денис? Я хочу комментировать эти аргументы, они пахнут 19-м столетием. Я хочу сказать о том, что правовое пространство и культура Европы исходит из того, что основа европейского общества – это права индивидуума и свободная способность развиваться, создавать свою собственную жизнь как свой индивидуальный проект. Если нам нужно мясо, если нам нужны строители, и нам нужны люди, которые будут платить налоги, это уже прошедшие эпохи в некоторых близлежащих странах. Это все еще современная жизнь, когда рождаемость – это некая контроль государства над человеческой судьбой, любовью или просто спальней. Поэтому для нас, как для страны, члена европейского сообщества, необходимо вернуться в Европу символически, в Европу прав человека и прав индивидуума. А история о том, что давайте рождаться – это все равно биологический процесс, который возможен и даже с однополыми браками, потому что здесь, простите, это уже вопрос того, каким образом люди сами создают свою индивидуальную семью. Поэтому это я комментировать не буду. Я очень рад тому, что у нас все-таки на фоне гомофобной риторики и общественных организаций, и журналистов, и партий все-таки на короткий момент возникла ситуация, когда мы можем гарантировать всем жителям Латвии равные права создания семьи. Если кто-то это запрещает, с учетом того, что кто-то не размножается, простите, и с принятием или не с принятием подобного законодательства тот, кто хочет размножаться, размножается сам по себе. Поэтому у нас должны быть механизмы, которые создают равноправие и культуру признания. И если все группы имеют право, то это улучшение качества жизни всего государства, всего общества. То это та же, как качество питьевой воды, качество воздуха и так далее. Если оно для всех, это система, которая позволяет всем быть здесь. Есть исследования о том, что мы теряем ежегодно человеческие ресурсы, налоговые ресурсы, потому что в обстоятельствах гомофобии, которые подобная риторика продолжает как бы развивать, люди просто покидают эту страну. Поэтому, собственно говоря, ну если здесь совсем уже так холодно, плохо и полно ненависти, ну зачем здесь быть? Это как раз о развитии и поддержке государства. Все остальное политическая риторика. У меня, Ваня, хотела спросить, а откуда берутся вот такие вот, я бы не хотела говорить догмы, но по крайней мере установки, вот, как у Дмитрия. У нас что, такое общество? Я считаю, что то мнение, которое только что прозвучало, с которым я не соглашусь, но которое в демократическом обществе существует, и его у нас очень много, так что в этом смысле у нас все, что называется, обеспечено, оно, это право-радикальная риторика, гомофобная риторика, риторика против феминизма и риторика контроля над телом. Это власть, это символическая власть. Мишель Фуко давно сказал, власть над человеком, над его детородными органами, это власть над человеком. Это некое продолжение, ну, по сути дела, диктатуры. Ответите, дайте, дадим Айе сказать. Мне очень нравятся используемые господином Хановым стереотипы относительно гомофобной риторики, радикальной. Что я сказал гомофобного и радикального, я не знаю, да, то есть каждый расценивает это все себе. Секундочку, я вас не перебивал. Да, да, хорошо, хорошо. Так вот, но мне больше понравились определения в отношении детей. То есть я говорю о детях, о том, что нашей стране нужны дети для того, чтобы развиваться и расти. Господин Ханов определяет это мясо, строители. Каждый размножается сам по себе, очевидно, делением клеток. Дим, я честно, я не понимаю, как закон о партнерских отношениях может повлиять на рождаемость. Вот честно не понимаю. Давайте у Алис спросим. Нет, подожди, секундочку, один простой пример. Электромобиль, да? То есть как бы хорошая тема, почему нет? В результате, что мы видим на самом деле? В результате мы видим, что богатые люди покупают себе машины с государственной поддержкой, на которой они могут ездить по полосам общественного транспорта и парковаться бесплатно в городе. Замечательно. Мы просто поддерживаем экологию во всем мире. Мы поддерживаем финансово. Каким образом партнерские отношения... Переход с топлива. Переход с топлива. Да, на электричество. Давайте эти электрические автомобили многодетным семьям. Покупайте дешевые автомобили. Нет, это вообще не имеет... Слушайте, это не имеет никакого отношения. Хорошо. Вот видите, аргумент. Отберем от богатых и отдадим бедных. Давайте дадим даме все-таки высказаться. Собственно говоря, это основа нашей демократии. Дим, Дим, давайте дадим... Врать налоги и раздавать тем, кто нуждает. Я хотела эту часть, как сказать, поберечь до окончания. Но я начну с этого. Потому что я считаю, что... Ну, есть на латышском такое выражение, которое я не умею так хорошо перевести на русский. Государственные мужи думают о будущем, а политики думают о выборах. Вот именно как раз это государственный муж меня немножко смущало, потому что это немножко так уже... Сексизм. Это старинное слово. Это старинное слово, да. И так, да. Ну вот я думаю, что вот те вопросы, которые мы сейчас будем дискутировать, и закон о партнерстве, законодательство, и Костамбульская декларация, это самое, если смотреть со стороны политиканов, это самый последний момент, когда это можно принять. Потому что приближается... Я не комментатор политики, конечно, да. Приближается выбор парламента, европейского парламента. И если посмотреть в европейском контексте, сколько стран осталось, где не урегулированы в Европейском Союзе, где не урегулированы партнерские отношения. Даже в Кубе урегулировали уже. О, вы куда нам дохнули. Сколько стран осталось, которые не акцептировали Стамбульскую декларацию. Значит, это раз в порядке дня дискуссии на выборах, ну, это кампании выборов Европарламента, там некому будет дискутировать. Это, ну, это, который, ну, последний политический капитал уже выжат. И сейчас надо отнестись к этим вопросам без кайслей, без страстей и просто развесить ситуацию. Потому что, конечно, то, что партнерские отношения не урегулированы, законодательствует, ну, это в Европе не годится. Мне очень нравится, что вот коллега профессор Хановс говорил о том, что вот контроль над телом, это всегда был один из очень важных. Я вот, ну, я по-фильному образованию философ, и поэтому я люблю смотреть не только на цифры в социологии, но и смотреть на развитие процессов. И есть такое интересное издание, History of Everyday Life, и там очень такие, ну, житейские вещи описаны, как это было делано в средневековой, например, на исповедях. Духовники в основном спрашивали людей как раз о их сексуальной жизни. Потому что, ну, что мы видим? Вот чем менее развито общество, тем больше нужно контролировать поведение общества. В более развитом демократическом обществе каждый ответственен за себя. И я не согласна с господином Трофимовым, да, что он говорит, что вот форма контроля над формой, ну, в общем-то, формой семьи, что это как-то связано с рождаемостью детей. Это... Я тоже не очень... Там никакой связи нет. Нет, но, может быть, Дима пояснит сейчас, как... Нет, нет, но я скажу социологической, ну, аргументацией. Это очень тесно связано с уровнем образования женщин, с включением женщин в общественную жизнь. И, ну, если мы будем продолжить, то можно бесконечно продолжить эту дискуссию. Это вообще интерпретация женственности и маскулинности, и феминитета общества. Да, Ая, еще вам такой вопрос. Еще, я закончу одну вещь. Потому что надо бюрократически урегулировать отношения индивиду и государства. И очень хорошо сказала госпожа Либи Негнера, что сейчас эти партнерские пары, мы будем... Они будут видны. Они будут видны, и это не только права и блага, которые они получат, это тоже и сама какая-то ответственность. Ну, например, у меня, как ученого, который в исследовательских конкурсах принимает участие, тоже смущает, например, вопрос интереса конфликтов. Потому что, если муж и жена, то все... Понятно, да. Все понятно, да. А если... Это выход из теневой зоны. Ну, и все, и все. И еще, как социолог, я буду говорить, как социолог, который с числами работает, да, что мы сейчас будем знать, а сколько таких, для кого в обществе актуально. И мы никакого вреда от этого не получим. Мы просто узнаем, сколько существует... А там... Ну, не факт, что все будут заключать, опять же, но будет возможность это сделать. Ну, конечно, это будет возможность. Для кому это нужно, для кому это, ну, тоже какое-то выгодно в каком-то смысле, да. И это, наверное, я думаю, очень нормально, если действительно люди имеют ответственность на свою личную жизнь и ответственно на эти свои... Вот как раз у меня вопрос, госпожа Зобина, да, почему вы считаете, что вот разнополые пары, которые как бы тоже должны воспользоваться этим законом, пойдут регистрировать свои отношения? Я не уверена в этом. Я действительно не уверена. Потому что у нас в нашей... На нашей кафедре есть еще программы социальной работы, да, и если посмотреть ситуацию сельской, да, местности, где бедные семьи живут, бедные... Ну, эти женщины, ну, там, где, ну, не знаю, мать родила пятерых детей, каждый от своего отца, но я не думаю, что она будет там... А вы знаете, а мне кажется, может, я не права, может быть... Хотя это тоже возможности, есть ситуации. Если люди в возрасте, вот им уже, например, за 50, им уже не надо эти свадьбы, кольца, они пошли и как-то зарегистрировали свои партнерские отношения. Возможно, для этой категории. Там уже не про детей. Сейчас будут просто дойти до ЗАГСа и не организовывать никакую свадьбу. Ну, а почему не... Что будет, если будет еще один вариант, но... Браков — это отсутствие осознания ответственности как женщин, так и мужчин. И это если нет этого осознавания своей ответственности перед своим партнером, то ее не будет, принимая никакие законы о партнерстве. Мне кажется, и в браке не всегда люди принимают ответственность. Да, да. И поэтому это нужно воспитывать и образовывать. Я хотел бы сказать, что здесь, мне кажется, некая логическая ошибка. Почему-то мы говорим все время... Да и вообще вся наша политическая риторика построена по принципу черно-белого мира. То есть мы используем только фразу «либо-либо». Союз и... У нас вообще, по-моему, удалился, исчез, стерся и рассыпался. Почему нельзя существовать плюралистическому обществу? Те, кто считают брак единственной возможностью продолжения своей жизни на Земле, в том числе и биологического размножения, ответственности и прочих ценностей, пусть это делают. Те, кто считают, что они не хотят ставить там подпись, получать там штамп, получат другую версию. Дмитрий, у нас 50% детей рождаются вне брака. Как вот... Где логика тогда? Наверное, в этом виновата недостаточное сексуальное воспитание в школах, да? Не, я не знаю. Вот я не знаю, но вот как бы у нас говорят о том, что у нас недостаточное сексуальное воспитание. Мне кажется, что уже 30 лет этим сексуальным воспитанием занимаются, да? То есть, ну вот все недостаточно. Дети рождаются вне брака. А, то есть... И что же этому причина? Наверное, и... Может быть, не только сексуальное воспитание? Нет, ну, Денису, не кто виноват, я же не могу спорить, извини. Почему? Вы можете спорить со всеми нами, да? Хорошо, Дмитрий, вы... Так, секундочку, я закончу. Да, хорошо. Так вот, то, что дети рождаются вне брака, это на самом деле наша беда, и вот на что нужно обращать внимание, потому что просто вне брака, да, то есть если они рождаются в партнёрстве, насчёт плюрализма я хочу ответить господину Ханову, так вот, мой внутренний плюралист с вами целиком и полностью согласен. Я абсолютно не против, чтобы люди жили в браке, чтобы люди жили в партнёрстве, не соединяя, да, то есть чтобы они жили вместе друг с другом и воспитывали детей вместе, да, то есть они просто расходились после первой же, извините, встречи. Точно так же я абсолютно за то, чтобы вы, пожалуйста, можете жить со своим партнёром, да, и иметь какие-то преимущества между... Преимущества о равноправии. Секундочку, мы не говорим о равноправии, у меня точно не... Я говорю о равноправии, вы говорите о преимуществах и предприятиях, я говорю о равноправии. У меня точно такие же права вместе с вами. Я не могу создать с вами брак. Нет, у меня нет таких прав, как у вас. У вас есть право вступать в брак с женщиной, которую вы выбрали. А у меня есть право с мужчиной вступать в брак? Нет, ну вы гетеросексуальный человек, поэтому вас... Секундочку, а что значит, может, я завтра буду гомосексуальный? Нет, подожди. Или я вчера был гомосексуальный? Это опять риторика гомофобная, которая считает, что это можно выбрать себе как одежду или галстук на завтра. Человек рождается таким, как он рождается. Если же вы считаете, что это выбор в шкафу одежды, мне не о чем с вами говорить. Но у меня нет права вступать в брак в этой стране. У вас он есть, как у гетеросексуального человека. Вы большинство белый гетеросексуальный мужчина. Я белый гомосексуальный мужчина, я могу это делать в других странах Европы, не могу это делать в Латвии. Значит, равноправия у нас нет. Это ваша точка зрения? Это законодательный анализ европейских институций и латвийского государства. Вы знаете, господин Ханов, лет 8 назад мы с вами же, опять же, да, то есть вы поддерживали въезд эмигрантов в Европу. Я до сих пор поддерживаю въезд. Да, но сегодня законодательство Европы меняется крайне в другую сторону. Но оно последнее время поменялось. Ну вот поэтому относительно того, что мы возвращаемся в Европу, мы вернемся к европейским ценностям. Еще раз повторяю, вы говорите о привилегиях, я говорю о равноправии, которые законодательством не обеспечены. Да, давайте по очереди. Не дали мне договорить. Поэтому хорошо, мы говорим о привилегиях именно потому, что именно о них я, я, хорошо, мы с этой стороны, говорим о привилегиях, потому что я как раз и говорю о том, что привилегии, они не просто так появляются. Например, Китайская Народная Республика в свое время преследовала семьи, в которых было двое больше детей. Они их штрафовали, они налагали на них запреты, они их судили и так далее, потому что государственная политика была нацелена на снижение рождаемости. Наша государственная политика якобы, да, то есть связаны как раз вот эти вот привилегии, о которых я говорю, с тем, что рождаются дети. Я, например, не согласен, что муж и жена, не имеющие детей, имеют какие-то привилегии по сравнению с вами. А кто говорит о привилегиях? Я говорю. Я говорю не с пользой. Не перебивайте меня, пожалуйста, я говорю о правах. Еще раз. То есть я не понимаю, почему, заключив просто между собой любые отношения, брак, партнерство и так далее, люди могут получить налоговые льготы, могут не платить в бюджет какие-то деньги. Я говорю только об этом. Мне абсолютно все равно, не все равно, наоборот, я поддерживаю. Если вы хотите, чтобы ваш партнер имел какие-то установленные государственные отношения с вами, поддерживаемые, да, чтобы он имел право решать что-то за вас, если вы не можете решить. Да ради бога. Просто я не вижу, что это должно быть связано с партнерством или с каким-либо регистрацией именно как в этих отношениях. А с чем тогда? Да ради бога. У нас есть физиско-персон и регистер. Записывайте туда все, что хотите. Я хочу, чтобы ты принимал решение о том, что мне нужно. Отключить аппарат. То есть, да, условно говоря, это мягкая идея партнерства, когда у нас есть куча законов, в которых мы сделаем какие-то поправки, у вас появляются права вот на этом. Это не мягко, это пародия на партнерские отношения. Партнерские отношения имеют вместе со всеми вами указанными привилегиями, которыми я не согласен, что это привилегия, со всеми формами равноправия, имея также символическую форму. Люди живут в мире символов, они символами оперируют, власть есть набор символов, не мне вам об этом говорить. В результате это тоже символ, поэтому просто-напросто записаться где-то в каком-то регистре, а почему? Почему вы имеете право ЗАГС, подпись, всякие там красивые дипломы, церемония, там речь, вот то, что у меня было, например, в Копенгагене, это был праздник. Это были люди, которые приглашали через церемонию войти в новую какую-то такую форму сосуществования. А я просто, как такая серая мышка, захожу, записываюсь где-то и всё. Почему? Это тоже неравноправие. Равноправие, когда у меня такие же символические права, как у вас. Ну, насчёт вот прям такого, как вы описали, в Латвии, наверное, Конституции... Нет, 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 ну что вы, куда нам до Кубы? Нет, у нас Конституции вообще-то запрещены, поэтому не зря Стамбульская конвенция даже идёт с оговоркой, да, которую специально согласились, но мы, я даже не знаю, успеем ли мы дойти. Я зачитаю вам мнение, доцент кафедры психоматической медицины и психиатрии Рижского университета имени Страдания Артуру Утынас. Он говорит, почему наше общество к этому не готово. Мы сейчас видим очень жёсткие дискуссии. Это же совершенно нелогичные действия, они приносят лишь ненужные страдания, к тому же бессмысленные. Но на самом деле традиционной семье после принятия партнёрства ничего не угрожает. Хоть какой статус присвоите нетрадиционным семьям, но абсолютно ничего для остальных не изменится. Почему люди так против? Он считает, что это такая необъяснимая уверенность, будто всё в тот час рухнет, если внезапно этот закон примут. Эта уверенность абсолютно нелогично основывается на абсолютно нелогичных допущениях, которые ведут свои истоки с каких-то древних мировых религий. Так? Нет. Не так. 8 лет назад точно так же говорили про эмигрантов. Когда я говорил, вы приглашаете людей в страну, о них ничего не зная. Вы будете за них отвечать? Я вот спрашивал людей в этом как раз эфире. Здесь были два депутата. Так они с визгом не визжали, как я могу такое говорить, да такого не будет никогда. Сейчас мы видим, что происходит в Европе. И что все эти въехавшие без всяких документов делают в отношении евреев. И какое к этому сейчас отношение? То есть и сейчас я говорю точно так же. Последствия мы увидим потом. Будут ли эти последствия положительными? Сильно сомневаюсь. Говорить о том, что это не повлияет никак, могут только профессора и социологи. А каковы риски тогда, Дмитрий? Детей будут рождать? Не, ну как вы думаете? Вот если будут приняты законы. Я вижу только один риск, о котором я сказал. Дети поперески. То есть влияние на налоговое бюджет. То есть остальное все ничего, да? То есть лично я не буду, у меня в семье не будет рождаться меньше детей, если господин Ханов символически заключит брак со своим партнером. То есть партнерство, брак, назовите это как угодно. То есть вас волнует, что они будут меньше налогов в бюджет отдавать, поскольку у них будут какие-то... Еще раз, да, то есть я верю в Бога, но я не то, что по-русски называется выцеркленный человек. То есть у меня христианские ценности, они стоят не так, что вот я за них воюю. Я рациональный человек. Они могут называть это гомофобией, они меня могут еще как-то иначе оскорблять. Мне, в принципе, без разницы. То есть я рациональный человек, и я понимаю, что если государство проталкивает такие законопроекты, в которых есть влияние на госбюджет, что государственный бюджет будет получать меньше денег, о которых могли бы как раз стимулировать рождаемость и выполнять те вещи, которые нам нужно выполнять, то я, извините, вижу деградацию. А в том, что это еще и скрывается, потому что к закону от Civil Partner Rivas Leakums, там было это, что это не повлияет на государственный бюджет. Ну, конечно, сбор налогов абсолютно не влияет на государственный бюджет. Это может повлиять и в положительную сторону. Возможно, люди перестанут уезжать, те пары, которые не могли здесь заключить партнерство. Это мое допущение. Я не знаю, давайте. Ну, я считаю, что это не только риторика 19-го столетия, но это еще и огромное унижение женщины, унижение обоих супругов, которые становятся родителями. Поощрять финансово рождаемость, это такое унижение, даже если бы я был... Подождите, нет, давайте Денису дадим сказать, да? Если бы я был... Вы понимаете, дело в том, что так как я тот самый профессор, которым вы не верите, и я среди тех подозрительных в вашем мире, то да, я, видимо, могу осознать то, как могут себя чувствовать люди или как я слышу в вашем рассказе восприятие семьи и увеличение рождаемости. То есть вот эти вот финансовые какие-то шприцы для того, чтобы люди как бы решили принять, как бы... они решили бы, как бы, чтобы у них в семье появился ребенок, а это настолько... это какая-то такая символическая зависимость человека от государственных дотаций. Дело в том, что нужно было думать о том, что у нас гигантские проблемы с рабочей силой, нам стремительно нужен ввод людей сюда, мигрантов, у нас просто нету рабочего рынка, он уже рухнул, в провинции просто нет ни производства, ни сферы услуг, ни налогов, ничего. Зато мы сейчас думаем о каком-то таком мифическом размножении людей, которые вдруг как бы превратят нас в цветущие государства. Мы должны были бы быть, по примеру других европейских стран, страной иммигрантов. Те, кто сюда приезжают, и это абсолютная манипуляция... Я думаю, что Ая с вами не согласится, наверное, да, потому что вот чисто, когда я общаюсь с представителями латышской национальности, они никто не поддерживают эту идею, никто. Не потому что я латышский... Действительно, такой космополит, наверное. Нет, потому что поддержать и реальность, это две разные вещи. Мы просто живем... Ну вот я ни разу не слышала. Может быть, Ая сейчас поясню. Мы просто должны, ну, действительно оценить все риски, которые, ну, связаны с процессом иммиграции. И очень часто не учитывается то, что связано как раз с этими символическими ценностями, да, с религиозностью. И поэтому это такие уже более сложные, ну, глобальные противоречия, с которыми мы сейчас очень так обостренно столкнулись. То, что реально, да, миграция, иммиграция, что люди приезжали к нам работать, нам нужна просто, да, потому что мы уже не сможем это... Это нельзя так вот, как волшебная палочка, да, вот не принять такой закон, принять такой закон, да, и будет у нас рождаемость, и я не знаю... Конечно, это нужно было делать... Через неделю уже не будет. Я согласна, что в демографической политике тоже не все хорошо. И давайте не будем и про демографию, и про эмиграции. Мы, да, мы уже тут немножко... Потому что очень сложные вопросы, да. А то, что я действительно, я никак не вижу этой связи между, ну, недоаклинием умеем, приходом налогов и партнерства, отношений. Мы просто не знаем, я не знаю, как можно такие... Нет, ну, есть еще гражданские инициативы. Ну, какие-то есть, ну, да. Если, например, коллега не согласен с налоговой политикой, почему бы мы не воспользовались правами гражданина... Чтобы были равные условия, чтобы не надо было каких-то... Это совсем другое дело. Мы же можем еще дискутироваться, например, о том, вот сейчас тоже изменения в этом отпуске... Для отцов, да. Да, что вот сейчас эти два месяца, которые надо обязательно и второму родителю воспользоваться этим, да. Так что, ну, там... Да, вы знаете, вот этой теме я хотела еще чуть-чуть, но у нас такая... Да, мы уже тут так речью столкнулись. То есть пишут наши слушатели. Не кажется ли вам, что этот вопрос настолько серьезный, что правильно было бы объявить референдум и действительно узнать мнение народа по этим темам? Я вообще сторонник референдумов. Я считаю, что это высшее проявление демократии. Да. То есть вы были... Конечно, против, потому что привыкли ли элиты решать за народ? Что им делать? Нет, просто элиты привели народ в такое состояние, в том числе и политической риторикой, популизмом, который вы сейчас выражаете, по моему мнению, что наш народ, он живет как в темной комнате, где кругом намалеваны черти. Поэтому не дай бог нам сейчас проводить такой референд. Да, а вы... Я тоже согласна с этим, потому что у нас очень изменилась информативная среда, и вообще-то, думаю, печатная пресса уже умерла, отошла, ее уже нет. У нее, она уже, по крайней мере, не играет в большую роль. Там уже нет, если говорить тоже о медиях, но я со студентами очень часто говорю, они с таким, ну, с радостью, с такой, ну, вот такой уверенности не всегда говорят. Я телевизор не смотрю, радио не слушаю, я только, вот, по социальным медиям, я только факты. Ну, какие там факты? Там же все, там только мнение, там вообще фактов нет. Если я, например, знаю, что... И вот я тоже, ну, я не фан этого господина Домбурса, да, но слушала и про медиа, да. Даже люди, которые участвовали в дискуссии, они не различают общественные медиа и частные медиа. Да, про Домбурса я тоже слушаю, даже не хочу говорить. И сейчас действительно, а на чем можно играть? И не забудьте... Вечные темы... Ой, извиняюсь. Секс, религии... И не забудьте влияние России на большую часть тех, кто потребляет все еще российские телевидения. Ну да. Хорошо. У нас просто очень хотелось затронуть, и два вопроса пришли как раз по Стамбульской конвенции. Я только коротко скажу, что на рассмотрение правительства вынесен вопрос о ратификации Стамбульской конвенции. Это все пойдет дальше. Миссия, единственная цель Стамбульской конвенции искоренить насилие в отношении женщин и насилие в семье, способствует тем самым гендерному равенству. Вопрос есть? Вы за Стамбульскую конвенцию, Дмитрий, если БЛИЦ опять же? БЛИЦ очень простой. Стамбульская конвенция ничего не решает в государстве. В государстве решает власть и народ. Если власть не способна на протяжении 30 лет организовать правоохранительную систему, которую должна была сделать, не способна следить, то никакие внешние факторы на это не повлияют. Никакая конвенция не решит. Стамбульская конвенция не накладывает штрафы. То есть создается просто институт, этот гревио, который будет наблюдать и говорить. Если нашим таким умным элитам, замечательным, которые сейчас решают вопросы такие важные в стране, они не знают, что нужно сделать для того, чтобы искоренить насилие в семьях, то я им могу посоветовать. Потому что я как раз человек, который защищает женщин, попавших в такие ситуации. И вот, пожалуйста, пример из жизни. Женщина в критической ситуации, в которой три дня удерживал ее сожитель в квартире, избивал, у нее вытащил СМС-ом кредит, заставил взять деньги. Она успела сбежать, позвонила мне, такому консерватору и гомофобу. То есть я первым делом консерватор и гомофоб позвонил в Центр Марта. А вы что, гомофоб, да? Ну, судя по моим коллегам. Нет, вы же сами... Так вот. И что же мне ответил Центр Марта, который является иконой нашего отношения к женщинам и советодателям нашему Сейму? Центр Марта в этой ситуации сказал, ну, у нас сейчас нет, к сожалению, возможности, позвоните через пару дней, мы запишем вас через пару месяцев. И я с этой женщиной ездил в полицию, отвозил ее, платил адвокатам и делал все, чтобы это дело дошло до суда. Дело за полгода не дошло до суда. И где сейчас этот человек, который ее избивал? Он сидит в СИЗО за убийство. Ну, ясно. То есть конвенция, вы считаете, ничего не изменит, да? Это просто декларативный... Они сейчас принимают решение, у них есть возможность. Понятно. Прокуроры, судьи, следователи. Кто они? Хорошо. Я, как вы можете себе предположить, за эту конвенцию. Почему? Потому что это, прежде всего, некая система международной солидарности и контроля вне государства. Потому что национальное государство себя довольно давно дискредитировало, особенно в Восточной Европе. И я могу согласиться с тем, что действительно наша правозащитная система настолько слаба, что ей как раз нужны постоянные нагоняи сверху, в смысле из Европы, для того, чтобы как бы держать ее в тонусе. И тема ненависти и насилия настолько сильна и настолько присутствует, что эта конвенция, это еще один дополнительный механизм. Тогда я уточню вопрос еще. После принятия конвенции, возможно, мы юридическое свое законодательство в отношении защиты женщин должны будем ужесточить или как-то еще? Мы должны его будем неким образом согласовать. Согласовать и... Я хочу сказать, что наше законодательство в защиту женщин уже сейчас является практически идеальным. Там нечего менять, нечего согласовывать. Его просто нужно выполнять. А тем, кто обязан следить за его выполнением, надо не думать о том, как бы принять еще один документик, чтобы показать, какие мы либеральные, какие мы сторонники европейских ценностей, а подумать о своем народе и о своих женщинах. Хорошо. А вы за Стамбульскую конвенцию? Я за Стамбульскую конвенцию, потому что действительно это не... Ну, завтра тоже ничего не изменит. Но я очень согласна с профессором Ганловым, который сказал, что мы очень респектируем мнение европейских организаций. И мы респектируем тоже мнение других организаций. И, например, после вступления в ОСД тоже начался анализ политик, в общем-то, по всем отраслям. И Стамбульская конвенция, она предполагает, кто ее читал, во-первых. Я читал. И как она на латышский, я не знаю, как на русский, она не очень-то правильно переведена. И то дискуссия сама о этом социальном, социала с Димомс, так она вообще... Ну, вот два вопроса как раз... Единого ядца не стоит, да? Да, вот как раз два вопроса по поводу этого гендера, да? Пишет наш слушатель, согласно Самбульской конвенции, детям можно будет без разрешения родителей менять пол. И тогда что? У нас большинство людей будет трансгендерами, к чему мы все идем? Это хепуха. Это классические... Кто там, кто там, да? Это сказки Венского леса, простите, да? То есть никто ни в одной стране не может детям... То есть дети несовершеннолетние, и так далее. В той же Германии, где очень либеральное законодательство в этой области, там целый ряд механизмов. И родители, прежде всего, ответственны за это, да? То есть сейчас вот это классические такие вот намалеванные черти, да? Так что сейчас еще вот у нас национально-радикальные партии, вспомни, сейчас еще туалеты общие и так далее. У нас в Академии есть туалеты, где встречаются два пола. Но ничего не происходит. Ни насилия, ни унижения, ни каких-то... Люди не выходят оттуда геями или еще что-нибудь такое, да? То есть никаких вот этих чудовищных превращений не бывает. Оставьте тело в покое, занимайтесь глобальной экономикой. Она у вас вообще в руинах. Да, но написано, для чего тогда было вводить вот это понятие, если бы не гендер, то давно бы эту концепцию... Очень просто. ...приняли, потому что... Дочитаю вопрос. Потому что защита женщин, безусловно, важна. Ну зачем в одну копилку смешали вот это такое чувствительное понятие, как гендер? Чувствительное надо привыкать. Подождите. Европейское сообщество и ценности это не коробка шоколада и не прозит, где мы берем те конфетки, которые нам нравятся, остальные оставляем в коробке. Есть права, есть еще и обязанности. Кроме структурных фондов у нас есть еще и обязанности. А здесь речь идет о том, что гендер это некая социальная конструкция моего тела. Потому что я не сижу все время сам в клетке или в темной комнате. Я выхожу в мир, и там меня воспринимают. И это против людей, которые воспринимают себя как меньшинственные группы, тоже направлена социальная ненависть, злоба, риторика и прочее-прочее. Поэтому эти гендер, это, видите, у нас здесь как раз вот эта идея, это все идет, по сути дела, из России. Вот это типа заговор гендера Европы против православия или еще чего-то такого. Мы слишком близко к России. Кто-то хорошо спросил Каринша. То есть Библию тоже написал Путин? Нет, хорошо. Я вот зачитаю депутата Сейма Латвия на первом месте Рамона Петровича. Вот это депутаты, да, с трибуны Сейма. Эта конвенция навязывает нам чуждые идеологии. Мы считаем, что есть два пола мужчина и женщина. Остамбульская конвенция выводит понятие гендера. Все идет к тому, считает депутат, что можно менять пол и что это могут дети. Их надо от этого защитить, чтобы ни в школах никто не навязывал эту идеологию. Я не зря прочитала это мнение, потому что речь идет про школу. И тут есть еще вопрос. Ну, мы же видели последние книжки, в которых детям действительно предлагались варианты выбора гендера. Дима, это, наверное, идет о той самой книжке, по которой разгорелся скандал. Дурлея? Которая, да. Там внизу. Да. Вот, наверное, и на самом деле... Нет, трудно комментировать эту книжку. Я такие книжки не читаю, что у меня внизу я знаю и так. Нет, ты видел учебник этот, да? Я скажу очень просто. То есть я не противник того, чтобы детям рассказывали про биологию, которая включает в себя и вопросы размножения секса, то есть на уроках, в старших классах. Относительно того, что пытаются какие... индоктренировать детей в отношении тех ценностей, которые защищает мой оппонент сейчас, то есть я с этим не согласен. То есть я считаю, что это политическая идеология в первую очередь. И это то же самое, как если бы сейчас детей нужно было бы заставлять читать Маркса или труды Владимира Ильича Ленина во втором и в третьем классе. Это политика. Это не наука, это политика. Ну вот выступление этого депутата, которое вы прокомментировали, процитировали, это типичная риторика единой России, Путина и... Да, я еще могу вот сказать. Глава парламентской фракции партии стабильности Алексей Росликов сказал, есть подозрение, что под эгидой защиты от насилия, вот как раз принятие Стамбульской конвенции, в нашу страну попытаются проникнуть ценности ЛГБТ. Классический Путин. Это классический Путин. Это совсем не о том, что написано действительно в Стамбульской конвенции. Если нейтрально читать, что вообще понятие о том, что социальные роли, чем занимаются в обществе, какое место в обществе занимает мужчина и женщина, так изменилось, ну, я не знаю, за последних 100 лет, даже за последних 50 лет. И это говорится о том, вот, например, моя бабушка, которая родилась в 1896 году, она не умела ни читать, ни писать, мой дед тоже. Он занимался всем, что относится, ну, арпусы вне дома, а она там готовила, там стирала, рожала 12 детей, из которых выжили, да, пожилого, ну, совершеннолетнего возраста, только семеро, да, и, ну, в общем, ну, она была вот как на русском говорят замужем, да? Замужем, да. Замужем, да. Я сейчас профессор, у меня в институте 40 исследователей, примерно третья часть мужчин, я занимаю позиции выше их, я зарабатываю больше. Сколько семей сейчас, где женщина занимает более высокие социальные, это о том, и надо думать о том, как меняется то место, вот здесь вот это спорный вопрос о этих, ну, отпуск, ухода за детьми, да? Сколько мужчин действительно принимают участие в уходе за детьми, я в прошлом летом, я участвовала в исследовании о родителях с функциональными нарушениями, да, и там была одна женщина, которая, ну, она не видит, она, ну, не редзи, да, и... Слабовидящая, да? Нет, вообще без. Вообще слепая. Слепая, да. И она вот говорила о том, как дискриминировался ее муж при родах, как он... Он, конечно, мог там присутствовать при родах, а потом ему сказали, ну, все, до свидания, вам негде ночевать, вам нет никакой возможности купить что поесть, да, и она очень эмоционально сказала, что из-за того, что я коллегам не надо, я не могу проводить первые часы жизни вместе со своим ребенком, я не могу проводить это вместе со своим мужем, да? Вот об этом говорит... Инклюзивное общество, да, мы, надеюсь, к этому идем, и мы к этому придем, я не знаю, в какой форме, я ведущая, я выслушала оба мнения, все были убедительны, Дмитрий отстаивает свою диалогию, Денис и Ая, спасибо вам огромное, я вас еще раз представлю, Денис Ханов, профессор Академии художеств, культуролог, спасибо, Денис, большое. Ая Зобана, социолог, директор Института социальных и политических исследований Латвийского университета. Спасибо. Спасибо. И Дмитрий Трофимов представляет ассоциацию семья Бедриба, ассоциация Димана. Дима, спасибо большое, что пришел. И припомнить, что я еще юрист, риэлтор, консул почетной Филиппины. Дима, я по теме просто назвала. Не, может, просто с улицы пришел, да, от Сахи опять же, да, то есть, поэтому у меня такие консервативные взгляды. Моя бабушка, кстати, в 1908 году родилась, да, то есть, у нее были родители с высшим образованием, она сама с высшим образованием, да, то есть, и, поверьте, моя семья, я воспитывала в нужных ценностях. Вы знаете, мы никого, Дмитрий, мы никого за ценности и за взгляды здесь, конкретно в нашей студии, не упрекаем. У нас ведоклю, у нас многосторонность мнений, разные мнения, мы общественное радио, и наша задача выслушать мнение общества. Вот оно было таким, как сегодня. Спасибо большое. Провела передачу Ольга Князева, продюсер выпуска Валентина Артеменко и оператор прямого эфира Том Шупейко. Завтра в 12.10 мы подводим итоги недели. Тоже будет много интересного, в том числе экономические. Мои любимые события обсудим. Всем до завтра в 12.10. Не забудьте. Всем пока.